Всем привет! Наверное, многие бы хотели выкладывать свои видео в 60 кадров в секунду, но немногие телефоны и камеры могут выдать такой фреймрейт. И телефоны, например, стартуют от 300 долларов за такой, который бы мог снимать в 60 кадров. А камеры, я уже молчу, там ценник больше 1000. И это довольно-таки дорого. Но все равно хотелось бы свое видео, которое снято в 30 кадров, как-то превратить в 60 кадров в секунду. И, например, если у вас достаточно неплохая камера, например, у меня Xiaomi Redmi 4X. Да, телефон бюджетник, но в дневное время он очень хорошо снимает. Даже очень неплохо. Но снимает 30 кадров в секунду. То есть, видео получается хорошее, качественное. Фокусировка тоже хорошая, но заметен этот фреймрейт 30 кадров. И вот не такое плавное, как 60 кадров. И сегодня я вам расскажу, как превратить свое видео, 30 кадров в секунду, в 60. Мы будем использовать программу Hybrid. Эта программа умеет конвертировать видео таким образом, что между каждыми кадрами, эти 30 тьма, оно вставляет вычислительными методами еще по одному кадру. То есть, между каждым кадром еще один кадр. И, то есть, заполняет вот этот промежуток между кадрами интуитивно еще одним кадром. То есть, в сумме у нас получится 60 кадров. И сегодня я вам расскажу, как этой программой пользоваться. Сначала ее нужно скачать. Заходим на официальный сайт. И я ссылочку оставлю в описании. Скачиваем инсталлятор. Инсталлятор для Windows. Он весит 330 мегабайт. Достаточно тяжелый, но программа того стоит. После того, как мы скачали, мы устанавливаем все, как обычно, далее, далее, далее. И вот мы установили нашу программу. Она уже у меня установлена. Не буду показывать, как это делается, потому что установка это очень просто. Запускаем. Сегодня я покажу вам, как конвертировать видео в 60 кадров в секунду. На примере своего видео, которое было снято в 30 кадров. И потом я проведу сравнение, чтобы вы увидели, на самом деле, как отличаются эти два видео. Насколько для меня, по крайней мере, они очень сильно отличаются и в лучшую сторону. При запуске программы мы попадаем на вкладку Бэйс, где мы должны выбрать изначальное видео. Я записываю, как я играю на гитаре. Вот. Вот это видео. Оно у нас... 29... Ну, там 29 с лишним, считается 30 кадров в секунду. То есть телефон у меня больше выдать не может. Выбираем его. Сейчас оно подгрузилось, то есть подгрузилась вся информация о этом видео. И сразу же, сразу же нужно выбрать, куда мы будем выгружать этот файл. Обязательно. Как он будет называться и как... В каком формате он будет. Изначально мы ставим MP4, то есть оно по умолчанию выбрано. Нажимаем кнопочку «Куда выгрузить». В строке «Имя» мы прописываем название файла. И добавляем наш MP4. Сохранить. Вот. То есть оно будет выгружаться у нас в ту же вкладку, но с другим названием и с форматом MP4. Далее. Нам нужно сразу же выбрать для аудио пункт «Кастом». То есть мы будем настраивать аудиоконвертацию кастомную. Дальше мы переходим в вкладку «Фильтеринг». Вообще здесь очень много вкладок, но для того, чтобы просто и без всяких заморочек перевести наше видео с 30 кадров в 60 кадров, настроек практически немного. Во вкладке «Фильтеринг» мы обязательно выбираем, вот здесь справа снизу, в пункте «Саппорт» позицию «Avisynth», чтобы нам был доступен именно тот метод, который вставляет по одному кадру между нашими 30-тьма. Здесь мы переходим в вкладку «Avisynth», далее в вкладку «Frame». В этой вкладке мы как раз и будем задавать то количество кадров, которое нам нужно. Галочку на «FPS Adjust» и метод «Interframe». В пункте «Настройки» мы выбираем «Smooth» и в наложении тоже «Smooth». Это для того, чтобы вот эти кадры, которые будут уже 60, оно сглаживало. То есть там будет, ну, совсем мелкое сглаживание, но чтобы не видно было рывков. То есть оно будет просто сглаженное и красивое. Потом в «Target Frame Rate» мы выставляем 60. Вот это наши 60 кадров. Здесь же можно поставить галочку на использование GPU, то есть ядер видеокарты. Но не советую, потому что в многих видеокартах оно не поддерживается. Не знаю почему, но у меня на моей GT950 выскочила ошибка, что моя видеокарта не сможет обработать это видео. Да, видеокарта обработает его быстрее, намного быстрее, чем процессор, потому что у нее ядер больше. Но моя, например, видеокарта не справилась. И еще одна видеокарта, GT710, у меня валяется, она тоже не справилась. Причем в абсолютно другом компьютере с другим процессором. То есть с моей сборкой это не связано. Но, например, на работе у меня ноут на Intel со встроенной графикой. Так вот там встроенная графика, заработала. Не знаю, с чем это связано, но GPU я не советую использовать. Вот, с фреймрейтом разобрались. Здесь еще важна вкладка Crop and Resize. Это если вам вдруг нужно ваше HD видео превратить в Full HD. Или же там наоборот, или в 480p. То есть если вам, например, с HD нужно в Full HD, мы нажимаем Resize. Далее метод оставляем тот же, что по умолчанию. И здесь мы выставляем, не убирая вкладочку Auto Adjust, чтобы не вручную вводить эти все разрешения. Мы можем здесь вместо 1280p ввести просто 1920p. Оно сразу же подтянет Full HD на 1080p. То есть это Full HD разрешение, нужно лишний раз вводить. Но у нас сегодня будет HD. Вот, это если нам нужно поменять разрешение. Но мы сегодня в моем видео не будем его менять. И еще важная вкладка это Audio. Аудио нужно задавать, кодирование аудио нужно в любом случае задавать, потому что если не выбрать кодирование аудио, видео в конечном итоге будет без звука. То есть оно просто будет от видео в 60fps, но без звука. Для того, чтобы подключить аудио, мы нажимаем Auto Encoding Options и выбираем формат MP3. Для того, чтобы наше видео было с аудиодорожкой в MP3 формате. И выставляем битрейт для аудио не ниже 128, то есть 128 и выше. По факту от 128 до 320 разницы особо нет. Если у вас уже было аудио в 128 кбит, то на 320, на 256 оно лучше не станет. Вот, выбрали аудио. И это все. То есть для того, чтобы превратить в 60fps со звуком, с заглаживанием между кадрами, чтобы не было рывков, не было квадратиков. То есть всевозможных там ключей, которые случаются с видео. Мы все настройки для этого выбрали. Далее нам нужно добавить это видео, это кодирование в очередь. В очередь видео задается вот этой кнопочкой. То есть мы посылаем в очередь. Нас оповещают, что мы добавили видео в очередь. И переходим на вкладку Jobs. То есть здесь мы видим, вот наше видео, которое мы назвали 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот, у нас есть в очереди. Это старое видео, я пробовал. Вот, и это наше задание в очереди, которое мы клавишей Play запускаем. Происходит много загрузок, потому что в этой задаче много подсадач. То есть задача на генерацию видео, генерацию аудио, всевозможное декодирование. То есть программа очень много функций будет выполнять. То есть это задача, если делать ее на процессоре чисто. Может занять, ну, минут, наверное, ну, это видео у меня где-то минуты 3. То есть само декодирование может занять минут 15, наверное. Вот, но оно того стоит. У меня, если что, процессор не очень мощный. AMD 4-х ядерник 840 на FM2 Plus сокете. Вот, то есть процессор более бюджетный. И он, это 3-х минутное видео, где-то 15 минут будет декодировать. Хотя, рендерит это видео в... В... Забыл. В Vegas. В Vegas я рендерирую свое видео. В Vegas это видео рендерится на минут 5. То есть, ну, здесь процесс более глубокий. Вот, не будем ждать окончания этого, потому что у меня уже это видео переделано в 60 кадров. Я уже его выложил на YouTube. Вот, и сейчас я вам продемонстрирую, как эти два видео отличаются, что с собой. Останавливаем. У меня оно уже готово. Сворачиваем. И... Вот это видео в 30 кадров. А на YouTube это же видео у меня, как видим, 720p 60 кадров. Но это не просто надпись, это... Это действительно подтверждает то, что оно 60 кадров и идет очень плавно. Сейчас я попробую его сделать, чтобы оно шло вместе. Сейчас я поставлю рядом. Так, на четвертой секунде. Думаю... Думаю, попаду. Смотрим. Думаю. А теперь сравним на ютубе 60 кадров, вы проверите ли 30 кадров. Вот здесь видно, как рука, по которой я играю медиатором, это не плавность, это чувствуется 30 кадров, когда оно размытость, не хватает кадров, нежели на ютубе, смотрим. Движения четкие, даже смотреть приятнее намного. То есть нет вот этих вот плавности, прям перетекающих вот этих кадров и размытость. А вот на ютубе, ну согласитесь, намного приятнее смотреть в 60 кадров. И когда выкладываешь видео, ну и людям приятнее, когда оно не качественное в 30 кадров, и плавно вот это все такое размывается. Ну, вряд ли там просмотры какие-то наберутся. А вот в 60 кадров я считаю намного лучше и намного качественнее. То есть ваш контент будет намного приятнее людям. Вот, и мы побольше лайков получим. Вот так мы познакомились с программой Hybrid. Вот, достаточно простая программа. Конечно, вкладок здесь очень много. Здесь очень много чего можно разбираться. То есть можно добавлять фильтры, изменять цветовую гамму, сделать видео более размытие или более строже. Вот, то есть если там у вас видео немного подразмытое, вот, то есть программа может даже его вот немного вот резкости добавить. Вот, фильтрация, ну, это, честно говоря, я сам посидел немного, посмотрел, ну, настройок очень много, и это более, не знаю, для профессионального, что ли, используя. Но, если нам нужно с HD видео сделать Full HD и с 30 кадров сделать 60 кадров, в то время и добавить аудиодорожку и сделать плавность перехода между этими кадрами, то, ну, здесь буквально там 5-6 кликов и у вас все готово. Да, нужно будет подождать минут 15, пока оно конвертируется. Но, когда вы увидите эту картинку в новом обличии, в 60 кадрах, ну, эти 15 минут этого будут стоить. Так что программа достаточно простая. Еще раз скажу, ссылку на скачивание оставлю в описании. И спасибо всем за просмотр. Надеюсь, я вам помог. Надеюсь, не очень долго рассказывал, потому что нужно было, я думаю, четко, ясно рассказать по каждому пункту, потому что визуально программа очень запутанная. То есть много вкладок, много разбросанных кнопочек. То есть вот сразу не сообразишь, где кнопка загрузить видео или выгрузить, куда его выгружать. То есть немного так запутанная, но свою задачу она выполняет. Так что всем спасибо, ставим лайки, комментируем, если что, не ясно спрашиваем в комментариях и подписывайтесь на мой канал.